Рубль продолжает свое падение. Курс доллара впервые за два года превысил отметку в 68 рублей. Курс евро достиг отметки в 77 рублей 30 копеек. А что произошло в нашем городе узнаем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Большое спасибо за то, что вы построили такой замечательный, самый красивый на Смоленщине город. Город чествовал первостроителей. Все мы строители, естественно, строили наш красивый город. Десногорск отметил День строителя. Готов к трудообороне, всегда готов к любым испытаниям жизни. Занимайся физкультурой, если хочешь быть здоров. Баскетбол развивается в городе, поэтому достойно, красиво играют, молодцы. Есть на что посмотреть. Баскетболисты отметили День физкультурника. Прямо сейчас об этих и других новостях подробнее. В Десногорске два профессиональных праздника, которые широко отмечаются в городе. Зимой атомщики отмечают День энергетика. Во 2-й воскресенье августа поздравляют с праздником строителей. Потому что первыми на смоленскую землю пришли первопроходцы, чтобы построить атомную станцию и наш город. Именно благодаря им Десногорск такой красивый и уютный. Поэтому в торжественной обстановке жители нашего города не скупятся на теплые слова благодарности. День строителя. В нашем городе отмечается практически с закладки первого колышка станции. В последние годы митинг в честь этого профессионального праздника переместился к подножию памятника первостроителям Десногорска. Именно сюда приходят те, кто посвятил свою жизнь стройке нашего города и те, кто хочет сказать слова благодарности за их труд и участие в рождении Десногорска. 10 августа на торжественный митинг, посвященный этому празднику, пришли те, кто стоял у истоков создания самого молодого города Смоленщины. Поздравляли первостроители, депутат Смоленской областной думы, почетный гражданин Десногорска Михаил Лосенко, заместитель главы Александр Новиков, исполняющий обязанности заместителя директора станции Валерий Исаев и заместитель начальника управления капитального строительства Николай Сотников. Все они благодарили создателей нашего города и поздравляли с праздником. От себя лично, как от молодого поколения города, хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы построили такой замечательный, самый красивый на Смоленщине город. И сегодня, оставаясь в трою, вы помогаете нам не только добрым словом, но и зачастую очень быстрым делом. Спасибо вам большое и с праздником вас! Строители, созидатели – это основная, ключевая профессия у нас в России, на нашей Смоленщине. Испоминается лозунг и девиз Смоленщины прошлого века «Живешь на Смоленщине – будь строителем». Строители, ветераны обеспечили своим трудом среди лесов и болот строительство нашего родного города Десногорска, строительство нашей Смоленской атомной станции. Низкий поклон вам, ветераны, строители, за ваш трудовой подвиг. По завершении митинга все присутствующие возложили к памятнику первостроителям цветы и направились к бюсту руководителя строительством Десногорска и Смоленской АЭС Борису Михайловичу Реве. Он стоит во главе центральной дороги нашего города и за ним символично видятся корпуса атомной станции. Борис Михайлович работал начальником стройки с 1978 года, строил город и пускал все три блока станции. Около памятника прошел небольшой митинг и все участники возложили к нему цветы. Строитель – одна из самых мирных и старых профессий. Это тяжелый труд, требующий высокого мастерства, потому и у людей, избравших данную сферу деятельности, имеется собственный профессиональный праздник, который отмечают во второе воскресенье августа. На центральной площади собрались жители и гости города, чтобы отметить один из самых значимых для десногорцев праздник – День строителя. Впервые в Советском Союзе его отметили около полувека назад, в 1956 году. Соответствующее торжество учредил Никита Хрущев. Во времена его правления строительная сфера быстро развивалась, было принято решение об увеличении работ в этом направлении. Каждую семью тех времен хотели обеспечить жильем. В 70-х годах прошлого века на всесоюзную стройку Смоленской АЭС съехались строители с разных уголков нашей необъятной родины. Город вырос буквально за два десятилетия. Десногорцы с теплом и благодарностью относятся к первостроителям и тем, кто сейчас трудится на этом поприще. Мы приехали уже на все готовое. Для нас они очень важны. Мы их очень любим. Десногорцы для Десногорска – это, конечно, очень большой праздник. Как бы здесь люди все, которые строили этот город, дососадовали. Я здесь, например, с 80-го года. Все мы строители, естественно, строили наш красивый город. Я сюда приехала, было только четыре дома. Мы жили на ПДУ. Любой город, любое все новое начинание, оно начинается со строительства. А строительство – это люди. Поэтому праздник этот, конечно, праздник строителей. Что ваш город Десногорска, что наш город Северска, города атомные. И мы благодарны первостроителям. Наверное, скорее всего, это их праздник в первую очередь. И сейчас профессия строителя в Десногорске не менее востребована. Наш город продолжает расти и развиваться. Строители – это те, кто обеспечивает нас жильем, кто строит все значимые объекты страны. Те, без кого не может обойтись ни одно государство мира. И лозунг, который долгое время висел на въезде в Десногорск «Живешь на Смоленщине, будь строителем» подтверждает это. А без меня, а без меня, здесь ничего бы не стояло, здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Ростехнадзор проверит готовность смоленских предприятий к зиме. В числе приоритетных задач подготовить регион к отопительному сезону и обеспечить его бесперебойное прохождение. В настоящее время подготовка Смоленской области к зиме вступает в активную фазу. На сегодня уже готовы 65% котельных и 72% водопроводных сетей, что соответствует прошлогодним показателям. Что касается тепловых сетей, то их готовность уже выше, чем в прошлом году и составляет 75%. Центральным управлением Ростехнадзора будут проверены 18 предприятий, действующих на территории области. Спартакиады на Смоленской атомной электростанции проходят дважды в год. Спортсмены соревнуются по зимним и летним видам спорта. С недавнего времени спартакиады включают в себя элементы многоборья ГТО. Это делает соревнования особенно массовыми. Мы расскажем вам, как отметили атомщики Всероссийский день физкультурника. 11 августа на стадионе «Атан-Транс» прошли соревнования единого дня выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Соревнования включали в себя атлетическое многоборье с элементами ГТО в рамках спартакиады работников Смоленской АЭС-2018. Всего в соревнованиях приняли участие 66 человек из 11 цехов и САЭС-сервис. Начался спортивный праздник с веселой общей разминки. После прошел розыгрыш лотереи и везунчики получили сувениры от профсоюзной организации. И начались соревнования. Спортсмены состязались по пяти видам спорта. Бег 100 метров все. Затем женщины и мужчины пресс за одну минуту. Женщины отжимания. Мужчины подтягивания. Прыжок в длину с места. И метание гранаты. В каждой группе у нас есть лидеры. Сейчас приходят, я смотрю, молодые спортсмены, кто раньше занимался активно спортом, а сейчас будут активно заниматься физкультурой. Командный дух сочетался с соревновательным. Задача стояла двойная – сдать личный норматив и победить в командном зачете. Всероссийский день физкультурника на этом замечательном стадионе был представлен грандиозный, хороший в этом плане, в этом смысле слова концерт. Соревнования замечательные, очень много сильных спортсменов, очень приятно с ними бороться. Ну и всегда хочется побеждать, конечно. Уже есть рекордсмены по сдаче норм ГТО не только на Смоленской АЭС, но и на уровне концерна «Росэнергоатом». Нормы ГТО мы сдавали в городе Удомле. Мы такие первопроходцы были в этом мероприятии. Очень получился отличное мероприятие, да, и праздник, и народу было интересно, здорово. Какая-то действительно ностальгия и, я не знаю, воспоминания прошлых лет. Действительно, это здорово, это весело, это праздник для всех. Готов к трудообороне, всегда готов к любым испытаниям жизни. Соревнования завершились. Личные рекорды установлены. Победителей ждут золотые и серебряные значки. Команды тоже показали себя на высоком уровне. Первое место завоевал реакторный цех. Второе место – цех обеспечивающих систем. Третье место у Смоленской АЭС-сервис. К 2030 году проверку работ в рамках единого госэкзамена можно будет полностью поручить компьютеру, рассчитывают разработчики экзаменационных материалов. К этому времени развитие искусственного интеллекта должно достичь уровня, позволяющего оценить развернутые ответы школьников. Сейчас проверкой занимается более 40 тысяч экспертов. Федеральный институт педагогических измерений уже ведет работу в этом направлении. По словам экспертов, создать такую систему вполне возможно. Она исключит субъективный фактор при проверке работ, но может оказаться дорогостоящей и привязвить развитию творческого потенциала детей. День физкультурника в Десногорске был насыщен спортивными мероприятиями. На открытой площадке 4-го микрорайона прошли соревнования по уличному баскетболу. В турнире приняли участие команды из Смоленска, Рослали и Десногорска. В нашем молодом городе большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта. Занятия спортом сегодня уже стиль жизни Десногорска. 10 лет назад в городе возродилось баскетбольное движение и теперь с каждым годом оно все больше привлекает детей и взрослых. 11 августа в честь Дня физкультурника развернулись баскетбольные баталии 3 на 3. Несмотря на жару, спортсмены проявляли стойкость и демонстрировали свое мастерство. Участники были разделены на две взрослые категории. Спортсмены 2002 года рождения и старше и дети 2003 года и младше. Всего 10 взрослых команд и 6 детских. Бои за лидерство были очень ожесточенными и напористыми. Наша команда, слава богу, представлена не одна. Видно, баскетбол развивается в городе, поэтому достойно, красиво играют, молодцы. Есть на что посмотреть. Есть некоторые вещи в жизни, которые дают стимул жить. Вот у меня это баскетбол и еще некоторые. Но баскетбол я ставлю в приоритет над всем, над школой, над другими своими занятиями. Физкультура – это спорт, а спорт – это жизнь личного для меня. Пусть дальше идет баскетбольный баскетбол, как удача. Болельщики активно болели за свои команды. Погода хорошая, настроение хорошее, самое главное у команды. Встречаются здесь регулярно на день физкультурника, поэтому все довольны. В итоге все лидирующие позиции заняли десногорские спортсмены. Команда Росховля заняла второе место, а смоляне стали третьими. Победители были награждены переходящим кубком и памятными призами. А теперь коротко о погоде. 14 августа в Десногорске ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 16. На сегодня это все новости, все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefistv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова